Приветище! Эль Сатисфактори! Мы продолжаем выживать в дюнах, песчаных, суровых дюнах. Хотя вон там вот водопадик, там вот вроде бы зеленушечка, не совсем и дюны, но мы, тем не менее, тут выживаем. В прошлой серии мы закинули в хаб все материалы, чтобы отправить их наверх в космос на нашем дроне. Что мы сейчас и сделаем, и откроем, и что-то откроем, что мы, логистику мы откроем. Вот, это очень важно для нас. Ты обещал вернуться, не забудь про это. Давай, запускай свои реакторы и... Только вверх! Возвращайся с чем-нибудь, ты мне очень нужен. Ой, птички вместе с ним полетели. Прикольно. Ну а мы, пока он там занимается доставочными делами, посмотрим, что нам нужно для космического лифта. 250 металлических пластин. Выходит, что нам нужно для этого перестроить наш конструктор. Производство железных пластин, пожалуйста. И, конечно же, пока не вернулась наша капсула с дроном, мы будем переделать наш конверс известняком и медью. Я хотел все это дело скомпоновать, чтобы уменьшить конверные ленты, чтобы она всего одна шла в ту сторону. И, пожалуй, мы сейчас этим займемся, поскольку у нас теперь есть объединители. Где они у нас эти объединили? Вот, конверный соединитель. Мы сейчас его забацаем где-то вот здесь. Я думаю, что вот здесь вот будет на... О! Капсула прилетела. И теперь этот конвейер у нас должен идти в эту сторону. Вот. Сейчас это все будет объединяться и направляться в единственное наше складское помещение. То бишь вот в это. Мы его сейчас переместим. Отсюда мы забираем. Ставим наше складское помещение вот здесь. Оно прям идеально вписывается. Только вот как с соединителем не получится. Нужно разрыв сделать. И вот теперь его можно сюда поставить. Вот. Поставили. Теперь конвейер сюда. Конвейер сюда. Здесь мы делаем разделитель. Конвейерный разделитель. Вот таким вот образом. И теперь оттуда вот сюда все заходит. И в принципе, в принципе, все должно быть как надо. Зачем нам два конвейера, когда можно сделать один? Да, вот уже известняк и медь вместе идут. Единственное, что я бы хотел, это более шустрый конвейер. Но они появятся у нас чуть позже. Здесь у нас все разделяется. Так, а почему медь сюда? Мне медь-то тут и не нужна. Мне сюда... Блин, нет, это была очень плохая идея. Очень плохая. У меня же еще нет настраиваемого разделителя. Поэтому все будет в виде хаоса поступать в эту сторону. То есть и известняк, и медь, да. Все-таки это была плохая идея. Поторопился я немножечко. Ладно, чуть позже все это дело переделаем. Пойду посмотрю, что нужно для следующего апгрейда. Полевые исследования. Появляется карта, машина для молекулярного анализа, сканер объектов, личное хранилище и плюс три ячейки инвентаря. Но я хочу фундамент. Пора бы наше производство перенести уже на твердую поверхность, не на пески. Она что-то мощное. Сюда, сюда. Закидываем. И в принципе можно нажать кнопку. Но подождите, я хочу кое-что попробовать. Теперь нажимаем кнопочку. И надо быстро, 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 быстро успеть, пока он не улетел. Но я не успею. Черт. Я так хотел на нем полетать. Вспомнить былые времена. Как старый добрый. Подожди, не улетает мне. Подожди. Скотина, он слишком быстрый. Ладно, тогда это можно разбирать. Он улетел. И теперь у нас появился шикарнейший фундамент. Будем теперь здесь все застилать. В равнину. Самая высокая точка песка у нас здесь. Поэтому, наверное, будем фундамент строить именно тут. Опа-ньки. Первая платформа у нас готова. Она, блин, как-то кривовато встала. Я не так хотел. А теперь делаем вжух и все. И поехали. Я так не могу сделать, типа, вжух? Вот. Класс. Ужух. Обалденно. Люблю так строить. Теперь я все это разбираю и переношу туда. Но прежде есть одна мысль. Кое-что попробовать. Значит, вот полевые исследования. Я загружаю сюда вот это вот. А, мне еще листы нужны. Не хватит всего, что нужно. Вот так вот. Теперь. Теперь. Мы запустим нашего дрона. Но не совсем. Мы сейчас хаб попробуем разобрать. И посмотрим, что произойдет с нашим дроном. Улетит он или разберется вместе с хабом. Запускаем. Берем разборочный аппарат. Он запускается, запускается, запускается. Давай, 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 давай. Он почти улетел и... Ну же. Он полетел. Мы разбираем здание. Эй, братишка, ты куда делся с моими материалами? Он улетел. Ну, в смысле, как бы он исчез. Таймер, кстати, у нас идет. Капсула вернется через 2 минуты 32 секунды. Тогда придется хаб построить где-то здесь. Эх. Только я не допрыгиваю. Надо поставить вот такую штуку, наверное. И тогда я точно допрыгну. Нет, это не подъедет. Надо вот такую вот штуку. Вот, да, она сюда отлично вписывается. И сюда, и туда. Готово. Жик. И через 48 секунд уже капсула должна прилететь. А у меня до сих пор хаб не возведен по новой. Так, ну что, здесь-то ты же встанешь. Вот, он тут встает. Отлично. Тогда мы делаем... Вот так. И ждем. Через 33 секунды должен прилететь дрон. Он должен быть здесь. Место отлично. Встал как надо. О! Слышал взрыв. Вон он, он, он летит уже. Мы успели справиться с этим. Так, погоди, а если я сделаю вот что? Не приземлился он. Фьюстон мы потерпели... Потерпели неудачу. Так, а что? Вот. Вот туда стройся. А, он по-новой полетел? Смотри, по-новой все. Возвращение грузового корабля. Ну, короче, ладно, я не буду его мучить. Он возвращается, это радует. Мастерскую чуть не забыл. Забираем мы его отсюда. И ставим мы его, конечно же, сюда. Вот. Все удобненько и цивильненько. Дальше нам нужно перенести наши сжигатели. Разбираем. Все наверх, это тоже разбираем. Тут у нас куча биомассы. Да, это мы пока не трогаем. Это забираем. Конструктор тоже разбираем, потому что он стоит, ничего не делает. Склады оставляем. Это тоже разбираем. Ну, и бур, конечно же, оставляем. Ничего страшного с ним не произойдет. Он будет нам отсюда добывать туда все. Зачистка местности прошла успешно. Теперь нужно все это восстановить на нашей новенькой прочной платформе, которая висит в воздухе. Не знаю, насколько она прочная, но пока что держится. И пока я не начал заново возводить здесь все, Пойдем посмотрим, что нам может быть доступно во втором уровне нашего хаба. Так. Сборка деталей. Ассемблер. Медный лист. Ротор. Модульный каркас. Умная обшивка. Это понятно. Устранение... О, да. Твердое топливо. Бензопила. Я хочу это. Я очень хочу это. Прыжковые площадки. Бонусная программа утилизации. Помним такую штуку. Во. Логистика второго уровня. Ускоренный конвейер. Это очень классно. Короче. Дело к ночи. Мне нужна цепная пила. Выбираем эту цель. И закидываем материалы. Болтов 500 штук у меня нету. Нужно построить производство. Поэтому так или иначе нам нужен конструктор. Так что начинаем возводить завод. Ну вот. Мое детище. Отстроился. У нас получается два яруса. На первом конструктор из плавильни. И на втором чисто только конструкторы. Как на второй ярус забираться, я тебе чуть позже покажу. Нам сейчас нужно протянуть туда конвейерные ленты. Чем я сейчас по новой занимаюсь. И дрить колотить. Если бы у меня был умный разделитель, я бы этим не занимался. Но увы, у меня его пока нету. Ну вот и все. Конвейеры оттуда сюда протянуты. К медной плавильни. И конструктору, который будет делать нам бетон. Конвейеры вышли в виде такой рогатки. Одна сюда, другая туда. Теперь нам остается только дотянуть железо сюда. И делать мы это будем выхищренным методом, изгибая наши конвейеры. Чтобы нигде ничего не пересекалось. Этот отросток все-таки нам придется убрать. И теперь все это тянем вон туда. С другого ракурса наше предприятие выглядит вот таким вот образом. Пойдем залезем на второй ярус. Я тебе покажу, как мы туда вообще будем забираться. Так как лесенок у нас по качеству нет. Я же прав, лесенок у нас нет. У нас только стенки и фундаменты, да. Поэтому будем как-то изощряться без лестниц. Ну как, лестница у нас есть на хабе. Я продумал этот момент. То есть залазить мы будем через хаб. Никак иначе. Вот она эта лестница. Мы по ней залазим. И попадаем на второй ярус. Вот здесь у нас конструкторы стоят. Теперь нам все это дело нужно запитать. И мне дали одну интересную идею, которую я хочу проработать. То есть если мы ставим здесь вот столбик. И подсоединяем к нему два сжигателя. То логично они будут работать на этот столбик вдвоем. А соответственно у нас повышается максимально возможное электропотребление. То есть у нас этот вырабатывает 20 мегаватт. Этот 20 мегаватт. А на столбике у нас 40 мегаватт. Вроде бы как должно работать. Вот нам сейчас это и предстоит проверить. Значит во-первых нам нужно будет несколько столбов. Здесь конечно же нам понадобится вот здесь. Этот подключается к плавильням. Этот подключается к конструкторам. Но нам его не хватит. Поэтому нам нужно будет еще один столбик вот здесь. Так что сюда. И сюда. И еще одно место наверх если понадобится. Тут нам тоже наверху понадобится запитаться. При помощи вот этого столбика. И от него тянем вот сюда. Тут наверное будет у нас два столба. Поэтому один сюда. Другой сюда. Стягиваем это все. Это подключается к двум конструкторам туда-сюда. А этот к двум конструкторам вот сюда. В принципе как-то так. Как-то так. Электрическая паутина готова. Остается подключить только буры. И все. Пойдем посмотрим сколько у нас уже по напряжению имеется в этом столбе. Максимальное потребление... О! Было 16, а теперь до 32 выросло. Ну окей. Значит от этого столбика мы тянем сюда. И подключаем вон тот бур. А вот этот столбик между двумя плавильнями мы тянем сюда. И где... А! Вон он. Вон он этот столбик. И подключаем к тому столбу. Все! Электричество у нас налажено. Идем смотреть максимальное электропотребление у нас на этом столбе. И оно выросло до 37. То есть все в пределах. Отлично. Все должно работать. Закидываем сюда биомассу. Сюда тоже закидываем. И теперь нужно только настроить наши конструкторы. Здесь у нас медь, как и положено. Тут у нас железо. Его не настроили. Тут у нас известняк. Ага. В бетон перерабатывает. Конструктор. Значит вот этот вот. Из железа делают нам железные пластины. Здесь у нас делать... Так, это подожди. Это какой у нас? Я запутался немножко. Там железные пластины. Это медь. И медь у нас проволоку делает. Правильно же все? Да. А наверху мы будем из всего этого дополнительно делать. Значит из меди кабель. Еще из меди мы потом что-нибудь научимся делать. Это запасное, так сказать. Он бездействует пока что. А здесь у нас винты. И железные пруты. Как бы все. Производство настроено. Кстати, смотри. Железо уже сюда прибыло. Но что-то мы стоим. Что-то мы ничего не делаем. Почему мы не плавим? Что с тобой не так? Нет питания? Ааа. У нас вот этот столб не подключен. Все. Я понял. Я понял. Так. А почему мы его не смогли подключить? У нас здесь, короче, было пустое место. Но мы его отдали этому столбу. Поэтому мы профукали этот момент. Надо вот эту, значит, отключить. И туда протянуть. Блин, у меня сейчас тогда потребление энергии вырастет, наверное, космически. Значит, вот этот столбик у нас подключен. Вот этот подключен. Нам нужно вот это запустить еще. Так. Там у нас вон свободное место есть. Короче, проще метода, чем поставить здесь еще один столбик. Я не нашел. Значит, от этого мы отрубаем. Оттуда тянем сюда. Переходничок будет у нас и туда. Все. Обожаю тянуть провода. Как мне это нравится. Все готово. Смотрим максимальное энергопотребление у нас. Допустимое 55 мегаватт. А мы столько не умеем вырабатывать. У нас максимум только 40 мегаватт. Ладно, пока работаем. Железо отправляется в плавильню. Это очень хорошо. Дальше слитки у нас разделяются. Что-то наверх, что-то сюда. Конструктор. Да, железные пластины делаются. Наверх что-нибудь у нас справляется. Отправляется. Там тоже все. Плавится, переделывается. И это очень хорошо. Медная-то руда. Где она? Вон она. Я ее уже вижу. Вон, вон, вон. Подходит к нам. Посмотрим, что там на втором этаже у нас. Второй этаж. У нас тут что-то должно производиться из железа. Да, да, что-то делается. А, подожди. У нас тут... Стой. Стой. Сюда нужны прутья. Чтобы делать винты, прутья нужны. Твой елки. Как я про это забыл. В таком случае мы делаем железные прутья и здесь. Ставим здесь еще один конструктор. И программируем его на винты. Вот и все. Остается только подключить конвейер. И подпитать его электричеством. Все. Теперь все работает. Так, а с меди уже у нас такая же тема, да? Тут у нас ничего не настроено. Тут у нас кабель. Но кабель делается из проволоки. Ага. Значит, проволока нам нужна и здесь. Вот это вот предприятие мы убираем. И строим его здесь. С этой стороны. Вот таким вот образом. И тут мы сможем делать кабель уже, соответственно. Протягиваем конвейер. И подключаем. Все. Вот теперь точно все налажено. Опа. Все вырубилось. Так. Получается, нам нужен здесь сжигатель. Поскольку теперь у нас дофига конструкторов и плавильнь. И без сжигателя нам сейчас тут не обойтись. Строим его здесь. Подрубаем к нему конвейер. Закидываем сюда листву. Она будет производиться. Биомасса у нас чуть-чуть уже есть. Можно как бы сюда закинуть. И подключить это все, в принципе, к электросети сюда. И нам опять потребуется переходник. Столб-переходник. Значит, он тут будет у нас тут. К нему мы цепляем хаб и биосжигатель. Ну и дальше вон ту линию. Все. Дергаем рычаг. И вроде бы как все запустилось. Глядим максимально 55, а емкость в 70 мегаватт. Все четенько. А теперь я хочу построить еще один складской контейнер. Вот здесь. Для удобства сбора всех материалов, которые будут сюда спускаться ко мне. По конвейеру. Конечно же, для этого нам понадобится огромная куча соединителей. Раз соединитель и, возможно, даже два соединитель. Значит, к первому соединителю, вот к этому, мы подключаем известняк сбоку. Дальше у нас идут железные пластины. Потом медь. Она будет заходить с этой стороны. Блин, чуть-чуть что-то как-то там... Ну ладно, пусть будет так. Не страшно. Чуть-чуть наш биосжигатель. Да даже он тут и не задевается. Прям хорошо идет. Это все, конечно, потом идет. Следующий соединитель соединяется. И дальше нам нужно вон те подрубить. Ребят, я надеюсь, что мы тут без лифта обойдемся. Хотя, может быть, это и не так. Придется, походу, лифты строить. Хотя... Нет, слишком... Слишком крутой конвейер получается. Поэтому лифт нам все-таки тут понадобится, по всей видимости. Один лифт вот сюда. Другой лифт сюда. Вот. И отсюда у нас идут материалы сюда. А отсюда идут вон туда. Чуть-чуть фундамент задел конвейер. Но не страшно. В принципе, все. Теперь это все подключаем к нашему складу. И все это барахло будет теперь храниться здесь для удобного изъятия, для дальнейших работ. Продумано, автоматизировано. Мне теперь ковать ничего не нужно будет. Надеюсь. Но это покажет время. У нас еще подключились винтики и провода. Теперь у нас здесь пять различных материалов, которые нам помогут возвести космический лифт. А на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Не забывай поставить лайк, если тебе понравилось. Подписаться, если ты еще не подписался, чтобы не пропустить следующие ролики, на которых мы с тобой и увидимся. Так что, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok